В регионе презентована новая система поддержки малого и среднего бизнеса. Воспользоваться этими мерами могут и те, у кого уже есть свое дело, и те, кто только планирует его открыть. Сегодня в Ивановской области официально зарегистрировано порядка 44 тысяч объектов малого и среднего предпринимательства. Конечно, в эту цифру не входят те, кто работают в тени. А чтобы пользоваться господдержкой, работать нужно легально и открыто. Поддержка понятна и доступна. Это как раз один из инструментов обилиния экономики. Как должен выглядеть комплекс мер, губернатор Станислав Воскресенский неоднократно обсуждал с предпринимателями. Люди не ориентируются в ситуации и не пользуются в полной мере теми возможностями, которые предоставляет государство. Сегодня, к сожалению, очень немного предпринимателей смогли получить финансирование и в фонде промышленности, и в фонде Бортника, и в корпорации МСП, и в банке МСП. И гарантийные обязательства не так сильно работают. То есть, даже на федеральном уровне, когда мы в рамках опоры обсуждаем, это порядка 5% предпринимателей, которые входят в общественную организацию опоры. Это самые передовые продвинутые предприниматели, и то не могут эффективно добиваться получения, финансирования своих проектов. Поэтому здесь, безусловно, помощь нужна. Отсюда и вытекает первая ключевая позиция. Бизнесу необходима оперативная помощь в получении финансов из федеральных институтов развития. Это помощь в решении и снятии административных барьеров, прежде всего подключение к инженерным сетям. Это то, о чем спросили предприниматели. Нам с вами вместе удалось несколько увеличить поддержку малого бизнеса за счет федерального бюджета. В этом году оно увеличено почти в 5 раз. Это средства Министерства экономического развития. Если быть точным, это 166 миллионов рублей. Вот эти средства, каждая копейка должна дойти до малого предпринимателя, чтобы был эффект. Также определены три направления услуг, которые наиболее часто требуются предпринимателям. Те, кто еще в начале пути в центре «Мой бизнес», смогут получить консультацию по определению вида деятельности, по расчету бизнес-плана, по обучению и по подбору недвижимости. Бизнесмены, которые твердо стоят на ногах, смогут проконсультироваться по возможностям расширения. Третье направление для тех, кто собирается выходить на экспорт. Здесь и помощь в подборе зарубежных партнеров, услуги переводчика, участие в международных выставках. Напомним, все это бесплатно и по принципу одного окна. По крайней мере, прийти нужно будет в одно место – на Шереметьевский проспект, где сейчас располагается МФЦ для бизнеса и Центр поддержки экспорта. МФЦ, к слову, теперь тоже будет консультировать. Там же разместится его аналог – Центр оказания услуг. Это было одним из пожеланий бизнесменов. Их задача будет не просто в кадастровую палату помочь документы сдать, но и выявить у предпринимателя то, какая мера господдержки подходит именно ему. Если это несложная мера поддержки, например, проконсультировать по льготной системе налоговложения, которую предприятие может предпринимать, либо помочь зарегистрировать юридическое лицо, то это осуществляет сотрудник МФЦ для бизнеса. Если эта услуга более сложная, например, связанная с получением кредита, либо гарантии, либо гранта, либо юридическая какая-то более сложная услуга, предприниматель, он его проводит к тому узкому специалисту, который предоставит эту услугу. Впервые в области со следующего года заработает региональный фонд развития промышленности. Он будет рассматривать небольшие по объемам финансирования проекты – до 20 миллионов рублей. Существенную часть его бюджета – 70% – составят федеральные средства. Предприятие «Бельпродукт» Ивановского района готово и к расширению, и к экспорту. Уже 10 лет здесь занимаются производством закуски хумус. В ее основе турецкий горох, нут и кунжутная паста. На выходе получается невероятно полезный и питательный продукт. Поначалу выпускали полторы-две тонны хумуса в месяц. Теперь столько делают за один день. В 2017 году профильный департамент оказал поддержку предприятию. До сих пор вспоминают добрым словом. Начинали мы с маленькой линии. Вторую линию мы купили, ее нам просубсидировали. Эти деньги у нас полностью пошли на электрификацию производства. Нам поставили новые ТПшку. Сейчас проблема одна – это сбыт. В крупные сети войти сложно. В Иванове, например, этот хумус можно найти всего в двух магазинах. Все остальное едет в Москву. Дома на прилавок не пускают. При этом увеличить производство можно еще минимум в два раза. И выпускать не 15, а 30 тонн в месяц. Сейчас руководство предприятия обратилось за помощью в Центр поддержки экспорта. Вот мы буквально на днях были там. У них программы по… Они нам будут помогать, во-первых, участвовать в выставках. Выставка, потому что участвовать в выставках – это очень дорого. Мы один раз позволили себе так в экспо-центре участвовать и затратили кучу денег. Повторно хотелось бы, но уже не можем себе позволить. А вот сейчас у государства есть такая возможность помочь нам в этом, чем мы обязательно воспользуемся. Также в продвижении продукции они нам будут помогать. То есть мы хотим свою продукцию продавать в страны ближнего и дальнего зарубежья. Они тоже нам помогут в этом. В полной мере новая система поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства заработает с марта следующего года. Специалистов, которые займут ключевые должности в этой сфере, Станислав Воскресенский обещал собеседовать лично. Елена Вилова, Денис Денисов, РТВ Иваново.